Уважаемые коллеги, я снова приветствую вас на канале выставки Росмол. Я напоминаю, что выставка Росмол прошла 6-8 июня в 2022 году и прошла очень успешно. Результаты вы можете посмотреть на нашем сайте. Также ознакомиться с результатами вы можете на нашем телеграм-канале. Вот он где-то должен сейчас появиться. Ну и я напоминаю, чтобы не пропустить новые ролики, пожалуйста, не забудьте подписаться на наш YouTube-канал. Ну и поставить лайк этому видео. Сегодня я представляю нашего гостя. Это Виктор Валерьевич Орлов, генеральный директор Государственного научного центра Российской Федерации ЦНИТМАШ, доктор технических наук. Виктор Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, произошли ли какие-то изменения в ЦНИТМАШ за последний год? Ну, смотрите, на вашей выставке мы всегда обсуждали такое направление, как аддитативные технологии. И я считаю наиболее значимым изменением, если в 2016 году наша организация была первым предприятием в России, которое сделало принтер для работы с металлическими порошками, это был первый принтер, первый раз, то, наверное, прошлый год, даже полтора года последних, явились для нас временем, когда мы получили опыт использования оборудования. То есть от первого принтера, который до сих пор стоит на площадке ЦНИТМАШ, мы его используем. Значит, у нас уже появилось несколько заказчиков. Значит, каждая машина, которую мы изготавливали, это, по сути говоря, головной образец, ну, принтер со своими специализированными характеристиками. И, что самое важное, за последний год мы получаем постоянную обратную связь от потребителей, которые их активно эксплуатируют, в том числе, ну, в рамках выполнения различных неокровских работ. То есть одна история просто продать принтер, да, значит, вторая история – это для новых типов материалов, для новых типов изделий вместе с эксплуатантом получить полную обратную связь, как работает программное обеспечение в различных режимах, да, значит, как работают исполнительные механизмы и так далее, и так далее, и так далее. И вот сегодняшняя машина, которая также изготавливается для следующих заказчиков, это, по сути говоря, уже, наверное, такое поколение 3+, по сравнению с тем самым первым 3D-принтером, который был сделан в 2016 году. То есть прошедший год – это для нас год активной эксплуатации нашего оборудования и именно такой полноценной двусторонней связи с нашими заказчиками. Ну, я думаю, что про новую линейку принтеров мы чуть попозже поговорим. Я бы хотела поговорить про кадры. Ощущаете ли вы в Ценитмаш голод кадров, я имею в виду, конечно же, технических, видеть ли вы его в принципе на рынке, и как вы ищете и, может быть, готовите даже кадры? Ищем, готовим. Причем в последнее время все больше уклон у нас идет в сторону воспитания собственных кадров. То есть это активная работа с вузами по привлечению студентов к выпускным работам. То есть мы их погружаем заранее, потом какие-то из специалистов у нас остаются, работают дальше. И вот сейчас очень много говорят об айтишниках. Я могу сказать, что, конечно, не хватает всех, поскольку сейчас это направление активно развивается, оно загружено. Но наиболее остро ощущается дефицит хороших техников, техников-сборщиков, конструкторов. То есть да, айтишники важны, они сейчас все говорят, но такого среднего уровня, может быть, даже хорошего программиста найти проще, чем хорошего инженера-конструктора или инженера-сборщика-отватчика. Это сейчас самая большая проблема. То есть именно вот этих специалистов мы сейчас активно воспитываем под себя, потому что эти люди должны понимать специфику работы, уметь работать с высокоточным прецензионным оборудованием, такими же соединениями и проводить отладку и потом пуску наладку вот этого комплекса оборудования и программного обеспечения. То есть проблема основна именно в инженерно-технических кадрах, работающих, по сути, конструкторах, отладчиков. Расскажите тогда про вашу новую линейку принтеров. То есть чего удалось достичь, чем вы лично, может быть, гордитесь, какими успехами? Вы знаете, мы гордимся тем, что к нам заказчики приходят, несмотря на действительно серьезную конкуренцию на рынке. Конечно, мы не единственный производитель оборудования, но Ценитмаш не позиционирует себя как разработчик-изготовитель серийных принтеров. Здесь действительно достаточно много предложений. Мы выпускаем, по сути говоря, головные образцы, то есть оборудование оптимизированное под конкретного покупателя, под его задачи. Самый большой вывод из опыта эксплуатации наших машин, по сути говоря, практически шестилетний, который мы сделали, сейчас все наше оборудование оснащается системой контроля. На самом деле полноценный комплекс систем контроля, устанавливаемый на продающиеся 3D-принтеры, сейчас в России практически отсутствует. То есть это и системы контроля пятна сплавления, и системы контроля температурного поля в целом зоне построения, система подогрева рабочей зоны, ну, целый комплекс различных систем. И я не вижу смысла сейчас как-то отдельно выделять какую-то машину, лучшую или худшую. Они все соответствуют требованиям заказчика. Но вот самый главный вывод, который мы сделали и для себя, и с этим соглашаются наши заказчики сегодняшнего дня, до текущего года, принтеры для того, чтобы они не были, вы видите, за такой, может быть, грубый термин. Если мы хотим, чтобы машина была просто развлечением, что-то попробовать построить, то можно просто собрать вместе лазерно-оптическую систему, зону построения, плиту построения, простейший управляющий компьютер, и хорошо. Если мы хотим делать хотя бы мелкосерийную продукцию, которая будет приниматься потом заказчикам, кому-то отправляться, то она должна иметь паспорт изготовителя. А для того, чтобы этот паспорт изготовителя был верифицирован, в машине должны стоять системы контроля. То есть вот я бы ответил так. Поэтому вот, а уже в зависимости от целей нашего покупателя, это может быть различное сочетание систем контроля. Но в любом случае, ну, есть минимальный базовый набор, это система контроля порошкового слоя, и сейчас контроль температуры зоны исправления, для того, чтобы обеспечивать, ну, не только геометрию, но качественную, но и в том числе механические свойства, они что же от этого зависят. Ну, а дальше уже в зависимости от комплектации машины идет некий дополнительный набор систем. Хорошо. А какие тогда выводы были сделаны в процессе производства принтеров, и исследований на них? Ну, и в целом, то есть как эти выводы повлияют на вашу дальнейшую деятельность? Ну, они уже влияют. Еще раз говорю, выводы, которые мы сделали для себя, мы, естественно, используем в диалоге с нашими новыми заказчиками, они с ними соглашаются. Ну, часть из них, по сути говоря, коммерческая тайна, которую мы используем в конструкции оборудования. Но глобально я бы два назвал. Первый. Рабочая зона не всегда должна быть квадратная. Ну, и в общем, это у ряда производителей уже есть. Второе. Поскольку в аддитивных технологиях, ну, мы, по сути, являемся как государственный научный центр и главная материалистическая организация Росатома и технологами, машина неразрывно связана с продукцией, которую она изготавливает. То есть, на самом деле, если принт существует изначально отдельно, а потом мы к нему прилаживаем какую-то высокоточную технологию, мы всегда идем на какую-то систему противовесов. или имеем повышенный коэффициент использования материала, в данном случае порошка, или более грубую поверхность, или что-то иное. То есть, даже если мы обсуждаем создание какого-то цеха, целого парка машин, всегда нужно смотреть на микрорайонную продукцию, которая будет там делаться, и мощность лазера, размер рабочей зоны, система контроля в машине должны быть оптимизированы именно для этого типа сплава, для этой геометрии изделия, для точности, которая требуется. И тогда, действительно, опять же, мы говорим, наверное, о следующем шаге развития активных технологий, а если они когда-то станут производственными. Пока они опытные. Если мы готовимся к тому, что когда-то они станут производственными, то машина должна быть оптимизирована для определенного технологического процесса. Это в металлургии. Мы отлили паковку, оборудование универсально, а дальше путем применения сочетания различных последующих переделов мы получаем из нее конечный продукт. В принтере мы получаем сразу конечный продукт. Возможно, для него потребуется потом горячее статическое прессование или термическая обработка. Но базовые характеристики мы закладываем сразу же. Поэтому он должен быть заточен конкретно под этот процесс. А как сделать аддитивные технологии производственными? Первый тезис я сказал, это соответствующее отношение к качеству оборудования. То есть мы, если говорим о видении аддитивной технологии 5 лет плюс, то совершенно точно должны существовать два вида оборудования. Сейчас мы говорим в принципе о принтерах металлических, полимерных. Есть уже принтеры, которые ткани плетут. В любом случае они будут разделяться на экспериментальное оборудование. Своего рода некое универсальное для опытных образцов. А должны быть серийные машины, которые именно в составе одна, две, три, пять, несколько десятков машин оставляют в себя некий цех. Это раз. Значит, второе, должны существовать не только стандарты на отдельные узлы, на отдельные принтеры, на методы контроля. Они сейчас существуют. Активно этим занимаются профильные технические комитеты. В принципе, должна существовать сама система постановки на производство аддитивных изделий. именно как системное решение, оно пока отсутствует. Есть понимание, что оно необходимо. Этим уже мы начинаем заниматься. Тут, в общем-то, кооперация организаций, которая работает над этим вопросом. Но эта система должна быть существовать раз, она должна быть понятна, два. Значит, и она не должна, скажем так, серьезно ухудшать экономическую эффективность этого изделия. То есть, процедура испытания постановки на производство изделия, ну, должна быть достаточно адекватной, в том числе с точки зрения экономической эффективности. Тогда уже мы сможем с вами говорить о том, что аддитивные технологии, это не наше светлое, но, скажем так, пока еще не совсем очерченное будущее, а это действительно перспективные передовые производственные технологии, которые занимают определенную нишу. На ваш взгляд, именно для производства, то есть, для потребителей аддитивных технологий, в частности, именно оборудования. Что эффективнее для развития, чтобы, условно, первая машина была похожа на десятую, ну, то есть, такое серийное уже стабильное производство принтеров, или чтобы под каждого производителя индивидуально задачивалась машина с ее характеристиками? Ну, это зависит от служенности и ответственности изделия и от задач изготовителя продукции. Если это производство, которое в первую очередь к своей задаче видит выпуск разнопрофильной продукции для различных клиентов, совершенно различной номенклатуры, то это, скорее, как раз некие достаточно функциональные исследовательские машины, которые позволяют работать с различными сплавами, в различных температурных диапазонах, в том числе и мощности, в том числе и температурных диапазонах внутри рабочей зоны. Если мы говорим, допустим, о высокосерийной продукции, она тоже может быть такой водитель изделия, такие случаи есть, то в этом случае, действительно, как вы правильно сказали, десятая машина должна быть абсолютно аутентичной, первой по всем своим параметрам, для того, чтобы нам не нужно было каждое изделие испытывать отдельно. То есть, как у нас при производстве металлопроката испытывается один лист металлопроката от целой плавки. Точно так же на серийной продукции, которая делается в цехе аддитивного производства, должно испытываться какое-то одно изделие партии. Иначе, опять же, мы вернемся к вопросу экономической эффективности такого производства. Ну и ваше личное мнение, в ближайшее время, именно в России конкретно, возрастет ли потребность в аддитивных технологиях? Мне кажется, что потребность в аддитивных технологиях в России уже есть. Она на самом деле ежегодно увеличивается, но вот эта вот потребность перейдет в объемы производства, в том числе финансовые показатели тогда, когда у нас будет, как я сказал, существовать система постановки на производство. Действительно, будут производства оборудования, в котором десятая машина похожа на первую машину, значит, и технологические решения, которые будут использоваться для сборки изделий, в составе которых будут некие аддитивные изделия, они будут учитывать вот эти преимущества, которые мы получаем, изготавливая продукцию на 3D-принтерах, и, скажем так, они будут давать или качественные новые характеристики при эксплуатации, или хороший экономический эффект. Поэтому точно потребность растет, точно когда-то это будет вот такая, как я правильно это мое мнение, это будет ниша, определенные ниши на рынке продукции, то есть никогда у нас аддитивные технологии не заменят всю металлургию, или все композитные производства, нет, конечно. Это будут определенные нишевые продукты, где-то они будут профилизированы, индивидуализированы, как, допустим, медицинские импланты, или тазобедренные суставы, а где-то это будет мелко-средне-серийное производство высокоточных изделий с уникальными эксплуатационными характеристиками. Ну, в моем понимании, скорее всего, это где-то 3-5 лет период, не меньше трех точно, но если мы к этому не подойдем в течение лет, наверное, пяти, максимум шести, то мы будем, наверное, отставать от развития этого направления по сравнению с мировым. Спасибо большое за честные ответы. Вся команда Rosmoot, естественно, желает вам только успехов и дальнейшего развития и прогресса в разработке принтеров. Ну, а я прощаюсь с вами. Как всегда, увидимся на Rosmoot. Субтитры создавал DimaTorzok